О конкурентном преимуществе, сотрудничестве, как и преимущество для будущего, многие ребята писали, может кто-то дополнит? Юля из Мурома, Владимирской области. Добрый день, Владимир Владимирович. Я писала сочинение на тему развития образования и культуры Российской Федерации. И как мы понимаем, о работе в коллективе нас прежде всего учат в школе. И объединяют общие идеи нас нередко, наши учителя и наши наставники. И в данном видеоролике мы увидели конкретный жизненный пример, жизненную ситуацию, в которой увлеченные люди собрались и сделали доброе дело для себя и для других людей. И мне кажется, наше образование будет более эффективным. И люди, которые будут увлечены одной общей идеей, таких людей станет больше, если на уроках мы как раз-таки будем обращаться к жизненным примерам. Если вместо сухой теории у нас на уроках будет больше жизненной практики, жизненных примеров, именно тогда наши знания станут более эффективными и полезными для нас, для будущего нашей страны. Полностью согласен. Но все-таки эту сухую теорию я тоже бы доски не сметал, потому что это база всех других прикладных знаний и дисциплин. Задача в том, чтобы увидеть, как сегодняшняя сухая теория в ближайшем будущем может быть реализована в жизни. Ведь это только условное деление в той же науке на прикладную и фундаментальную. Фундаментальная – это та, которая, как об этом говорят наши выдающиеся ученые, члены Академии наук, те, кто добились действительно выдающихся достижений в своих областях, они говорят, что фундаментальная наука и прикладная – они только условно делятся на первую и на вторую. Фундаментальная – это то, что станет прикладным только через несколько лет. У нас вот Жерас Иванович Алферов когда-то изобрел, сделал свои открытия в области структур соответствующих, а Нобелевским лауреатом стал через 30, по-моему, с лишним лет, через 37, после своего изобретения. Почему? Потому что только через 30 с лишним лет начали внедрять практику, и люди только осознали, а что же это такое. Вся современная сотовая связь построена на его изобретении. Вот и разница между фундаментальными знаниями, исследованиями и прикладными. Конечно, прикладные интереснее. Фундаментальные, как правило, умозрители, отвлеченные. Но они мне тоже имеют значение. Нужно только попробовать найти вкус к этому делу. А, конечно, всем хочется добиваться конкретных, осязаемых результатов, что, собственно говоря, в конечном счёте является нашей общей целью. Ну, и там, и там нужно пробовать себя реализовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова